В субботу 9 декабря дружина под командой Сережи, оставляя свои баррикады на Миусах, имеется в виду Миусская площадь, отошла за Пресненские пруды и заняла глубокие верхние нижние Претеченские переулки, отгораживаясь цепью небольших баррикад от прудовой и Пресненских улиц. Правым крылом она упиралась в обсерваторию, левым в церковь Иоанна Претечи. Сзади себя в тылу она укрепила двухэтажный домик городского училища, забаррикадировав все окна и двери и подставив своих часовых. Это отрывок из произведения Бориса Савенкова «То, чего не было». Я бы хотел обратить ваше внимание, что мы с вами находимся, если следовать вот этому описанию, на левом крыле обороны, потому что прямо позади нас находится церковь Иоанна Претечи. Колокольня этой церкви играла ключевую роль для того, чтобы обозревать все окрестности. Сейчас это, конечно, не считывается, дело в том, что в то время эта церковь стояла на возвышенности, потому что, собственно, и название трехгорной мануфактура произошло от этих самых трех гор. И отсюда очень хорошо просматривался этот самый горбатый мост передний край обороны дружинников. Обсерватория находится на соседнем Новоаганьковском переулке. Соответственно, вот так вот она проходила, эта оборона. И что это за училище, про которое говорит Савенков. Здесь мы видим элемент панорамы, который находится в музее обороны 905 года или музее Красной Пресни. Я настоятельно рекомендую вам посетить его. Он совершенно потрясающий. Причем он многогранный. Там есть экспозиция, посвященная не только этим событиям, но и всевозможным другим вещам. Например, там есть тематические разделы по эпохам 50-е годы, 60-е годы и так далее. То, что сейчас очень популярно и интересно — погружение в быт советского человека. Так вот, здесь мы видим, во-первых, вот эта колокольня церкви Иоанна Предтечи, как вы помните, левое крыло обороны. И вот горбатый мост, который обороняют. Идут, соответственно, дружинники вооруженные кто чем. Здесь вот находится баррикада. Мост этот на самом деле был перекинут через Преснинские пруды, об этом скажу подробнее потом. И вот это вот здание, это здание как раз фабрики Шмидта, которая потом была обстреляна. То есть, получается, что здание Преснинской полицейской части находится вот, грубо говоря, в той стороне здесь его не видно, а вот здесь потом был построен белый дом, который находился на, собственно, переднем крае этой самой фабрики, именно фабрики Шмидта. И вот здесь показаны, соответственно, у нас бои. Вот баррикада и семеновцы наступают. Дело в том, что баррикады были построены, ну, согласно последнему слову науки и техники того времени. Прежде чем их строить, дружинники советовались, причем заблагодарименно. Во-первых, со студентами технического училища, те им рассказывали, как это делать. Ну, а подробный план местности им выдавался в здании обсерватории. То есть, самое это правый край обороны, получается. Сквер имени Купсов Прохоровых. Сказал бы кто-нибудь дружинникам, которые воевали здесь в 1605 году, что местный сквер будет назван именем фабрикантов. С другой стороны, сказал бы кто-нибудь этим фабрикантам, что по всей стране будут установлены памятники в честь боевиков, которые воевали здесь на Красной Пресне, и их именами будут названы улицы. Прохоровы занимались ситценабивным делом. Вообще, столица этого бизнеса, как мы сейчас выразились, была в городе Иванове, потом ставшим Иваново-Вознесенское, потому что в 1812 году погорело все в Москве. И в итоге главными бенефициарами этого всего стали как раз вот эти ивановские фабриканты. Но Прохоров, основатель собственно династии, он, в отличие от многих других людей, наверное, был немножко поумнее. То есть никто же не говорил, и Ростопчин не оповещал горожан о том, что Москва будет сдана. Все были уверены, что она не будет сдана. Поэтому никто особо и не готовился отступать из города. А вот Прохоров, он заблаговременно подготовил обоз и сгрузил туда, прежде всего, всю ту продукцию, которая хранилась у него на складе. И когда запахло керосином, он выехал из столицы. Таким образом, он умудрился спасти, конечно, не все, но хотя бы часть. Естественно, его фабрика сгорела, естественно, он потерпел большие убытки. Но, в отличие от многих других бизнесменов того времени, он пострадал не полностью. И это дало ему возможность, соответственно, восстановить свой бизнес здесь, вот на этих вот трех горах, и развернуться потом с Диким Треском. Вся территория, которая находится вот туда, в сторону станции метро 1605 года, она была Прохоровской. Там располагался и до сих пор располагается, собственно, не один особняк ими построенный. В одном из них, собственно, был потом устроен Дом культуры, который затем перекочевал в церковь Николая, Святого Николая Мерликийского. А Прохоровы к началу 20-го года уже совершенно плотно встали на ноги и занимались благотворительностью в большом количестве. И надо сказать, что все это, конечно, вот меня всегда умиляет эта благотворительность купеческая. С одной стороны, это все правильно. Но это, как вот, понимаете, благотворительность иногда дворянская. То есть я одной рукой даю деньги на благие цели, а другой рукой беру эти деньги у своих крепостных. То же самое и здесь. Нельзя сказать, что, конечно, условия на фабрике Прохорова были самые ужасные. Ну, например, что такое ситеценабивная фабрика? Вообще, как набивали ситец? Как вы себе это представляете? Я вам объясню. Ситец в основном изначально набивали вручную. Это потом уже появились машины. А изначально его набивали вручную. То есть у тебя есть такая колотуха. Ты макаешь и вот так вот идешь. И проблема в том, что если ты где-то ошибся, то весь кусок материи приходилось отправлять в брак. Потому что, ну, уже кривой рисунок. Его было не исправить. Поэтому нужна была предельная концентрация внимания. Поскольку краски вообще условия труда, как вы понимаете, были не фешенебельные, то это было связано еще и с последствиями для здоровья. Большие проблемы у Прохоровых начались с приходом в Москву великого князя Сергея Александровича. Потому что он, можете себе представить, запретил скидывать, сливать в Москву реку. Откуда производство? Чем купцы Прохоровых занимались весь 19-й век благополучно. Так вот они и начали бороться с этим приказом. И более того, они удалили. То есть они добились того, чтобы он был отменен. И они продолжали сливать в эту, соответственно, Москву реку все то, что наработали. У них, конечно, стояли какие-то очистные сооружения такие, а-ля. Но это не спасало. Ну, а в 1917 году, в общем-то, понятно, что произошло. Фабрика была нациализирована. И потом она функционировала, причем довольно успешно уже в советское время. Пока, к сожалению, в наше капиталистическое, казалось бы, время, она не заглохла относительно того, чем она была ранее. Часть корпусов были отданы под офис-центры. И сейчас, к сожалению, большому трехгорку уже не та, что при советской власти. Двухэтажное здание, училище, про которое пишет Савенков, на самом деле, ну, вы видите, что оно больше. То есть оно раз-два-три. И учитывая то, что еще полуподвальный этаж, можно сказать, что четырехэтажный. Это ремесленное народное училище, которое было построено на деньги купца Копейкина Серебрякова. Он занимался разными вещами. У него был пивоваренный завод, набасманный. У него был маловаренный завод и так далее. Когда он умер, он оставил 200 тысяч рублей. Соответственно, когда уже начали поджимать всех дружинников, они переместились вот сюда. И здесь уже на излете этого восстания проходили, соответственно, совещания. Ну, то есть здесь был штаб. О чем, кстати, гласит там мемориальная доска. Но на этой мемориальной доске указана лишь одна фамилия, Колесниковой, которая была комендантом. Она была членом РСДРП. Савенков, как вы понимаете, был членом партии эсеров. Медведь Соколов был будущим эсер-максималистом. Поэтому, как правило, эти люди изымались из советской историографии. То есть считалось, что здесь руководящая роль принадлежала большевикам. Это отчасти правда, потому что одним из предводителей, собственно, восстания был Литвин Седой. Но последнее изыскание историков, в частности, книжка про террористку Климову, замечательного историка Кана, там говорится о том, что все-таки, согласно воспоминаниям, и Литвин Седой, и Соколов-Медведь, они делили поровну, фактически, ну, скажем, лидерство. А где-то люди сходятся во мнении, что настоящим руководителем восстания был именно Соколов-Медведь, который к большевикам не имел никакого отношения. Но это уже, так сказать, последствия того, что историю пишут победители. Большевики оказались в победившей партии, поэтому они краили эту самую историю на свой лад. Тем не менее, вот, собственно, можно сказать, что здесь была последняя точка опоры. Ну, и, в общем-то, после того, как Пресня была разгромлена и занята, здесь опять вернулась жизнь ученическая, если можно так выразиться. То есть, с училища Фидлера восстание началось, а вот этим ремесленным училищем оно закончилось по факту. Своем произведении то, чего не было. Савенков пишет про пруды, пресненские пруды, которые служили определенной границей. Так вот, между... То есть, два из этих пруда остались. В настоящий момент они находятся на территории Московского зоопарка, а остальные два располагались вот здесь как раз. И вот между одним и вторым было перекинут вот этот вот мост, получивший название Горбатый, вследствие своей формы, и который можно видеть на панораме в музее 1905 года. А вся территория, которая располагалась здесь, была занята фабрикой Николая Шмидта. Персона совершенно уникальная. В принципе, как и персона Савва Морозова, его дальнего родственника. Тут надо рассказать буквально пару слов, на самом деле, о том, кто такие Шмидты. Ну, немцы в России, это, как вы понимаете, один-то новость. Его прадед начинал в Москве, как раз воспользовался тем, что был пожар 1812 года. И в процессе восстановления Москвы требовалось огромное количество мебели. Вот, собственно, Шмидт в этом деле преуспел. Его сын поймал точно так же волну конъюнктурную. Дело в том, что тогда, начиная с середины 19 века, разворачивалось активное железнодорожное строительство. Соответственно, возводилось огромное количество вокзалов. А на вокзалах должна быть какая-то мебель. Вот, собственно, Шмидт получил ген подряд, как бы мы сейчас сказали, на экипировку, мебелировку всех вокзалов железной дороги от Петербурга до Москвы. Сделал на этом тоже колоссальные деньги. Его сын, соответственно, отец нашего героя, помимо того, что сам был успешным бизнесменом, так он еще и женился на Вере Викулевной Морозовой. Там было две ветви Морозовых. Получил за ней огромное приданное. И на эти деньги именно здесь вот и переоборудовал фабрику, открыл новые корпуса. И у него был довольно счастливый брак, в котором было рождено четыре ребятенка. Значит, старшая Николенька, затем была Катя, Лиза и младшая Алеша. Но дело в том, что он, к сожалению, рано умер. Менеджер, ну как рано, то есть уже подростком был наш Николай Шмидт. Но видя то, что достойного нормального наследника нет в его семье, ну, управленца менеджера, он распорядился в своем завещании фабрику продать, а деньги поделить на четыре части между своими четырьмя детьми. Самое интересное, что жду он в этом завещании не упомянул. Николай Шмидт, его старший сын, учился в университете. Был такой парень задумчивый, восприимчивый ко всему окружающему. Когда умер отец, он был еще несовершеннолетний. А когда он стал совершеннолетним, а это был 21 год, он, соответственно, вступил в права наследования и попросился из университета в академический отпуск, сославшись на состояние своего здоровья, на то, что нужно заниматься, собственно, теперь бизнесом, и стал управлять этой самой фабрикой. Через своего ближайшего, ну, я сказал, дальний родственник, ну, в общем, вот эти боковые ветви, да, Савва Морозова, через Савва Морозова, который, как вы знаете, точно так же поддерживал большевиков, давал деньги непосредственно Леонида Борисовича Красину. Правда, потом он немного разочаровался во всем этом. Тут надо пояснить, почему вообще купцы давали деньги большевикам. Ну, и не только, кстати, большевикам. Еще и сэрам, например, скажем, чей торгуется Высоцкий. Дело в том, что купцы, если в двух словах, были людьми богатыми, по сути, олигархами, но олигархами без власти. Деньги есть, а ничего ты сделать не можешь в плане изменения, там, не знаю, государственного строя, влияния на существующие законы, потому что до 1905 года, до 17 октября, до принятия манифеста о свободах, как вы знаете, не было никакого совещательного органа при царе, я имею в виду, в виде народного представительства, никакой городской думы. И купцам был заказан, соответственно, путь в Государственный Совет, и уж тем более там в Сенат, и куда угодно, на какую-то там службу, которая была непосредственно приближена к потенциальному принятию решений. И это их крайне раздражало. Тем более, что они были уже людьми образованными, многие из них знали иностранные языки, изучали историю других стран, и прекрасно знали, что основным слоганом, скажем, французской революции изначально был «Laissez passer, laissez faire» «Дайте пройти, дайте сделать». То же самое третье сословие в то время во Франции просило отменить, например, внутренние все пошлины, которые обогащали королевскую казну, ну и, соответственно, дать простор действия, не сковывать их законодательно. Поэтому Морозов и многие другие рассматривали в данном случае большевиков как некий такой таран, который поможет им победить самодержавие, а дальше они придут и захватят власть. Но, как вы знаете, история распорядилась иначе. Так вот, Морозов рано или поздно разочаровался в этом всем, перестал давать деньги большевикам, чем крайне расстроил, как Леонид Борисович Красина, так, собственно, и Ленина. Ну а дальше была очень вообще печальная история, потому что Морозов по самой распространенной версии покончил с собой в Каннах, но поскольку там же в этот момент видели Леонид Борисович Красина, родилась версия, не подтвержденная пока ничем, и, возможно, никогда и не подтвердится уже, что это было убийство. Потому что перед этим Морозов, он очень любил актрису Андрееву, фактически ради нее дал денег на МХАТ, а потом выяснилось, что Андреева, оказывается, не менее любит Максима Горького. Ну и, в общем-то, у Морозова был кризис и любовный, и, я думаю, что мировоззренческий в определенной степени. Но потом у Андреевой случилась болезнь, я не помню, то ли у него было воспаление легких, то ли еще что-то такое не очень хорошее. И он застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей. А Вексель передал Андреевой. То есть, таким образом, он обеспечил ей безбедное существование, если вдруг с ним что-то случится, потому что он переживал о том, как она будет жить после его смерти. Ну и вот, собственно, исходя из этого, есть некая такая полуконспирологическая теория о том, что был убит Сау Морозов. Отсюда эта полуанекдотичная история про то, что была записка оставлена, типа долг платежом, точка Красин. Но, опять-таки, это ничем не подтверждено. Тем не менее, через своего вот этого родственника Морозова наш Коленька Шмидт познакомился с Горьким, который его очаровал моментально. Познакомился с Красиным, познакомился с Бауманом. Ну и эти, в общем-то, матерые волки, увидев перед собой такого романтического юношу с огромным количеством денег, с фабрикой работающей. Ну, тогда это были задворки Москвы, сейчас это фактически центр. Они начали на него очень сильно влиять. И, например, на фабрике устроились два... Были устроены слесарями два профессиональных революционера, Карасев и Николаев. Причем они на работу-то мало ходили, в основном только деньги получали. Это вызвало, кстати, недовольство у старожил этой фабрики. Они там начали возмущаться. Шмидт собрал вообще собрание, назвал этих буянов полицейскими провокаторами и шпионами. Таким образом, дело было замято. И он, ну, во-первых, надо сказать, что он пособил своим рабочим. То есть он, во-первых, уменьшил часы работ. Еще это был, конечно, не восьмичасовый рабочий график, но, тем не менее. Далее он здесь, соответственно, позволил открыть какие-то курсы, всевозможные кружки и так далее. А параллельно, параллельно, здесь шла подготовка к восстанию. То есть, например, на фабричном дворе рабочие учились, например, кидать в муляжи бомб. А в подвале котельной там производились самые настоящие стрельбы. Там учились, собственно, владеть огнестрельным оружием. был организован тир. И на свои собственные деньги Николай Шмидт закупал оружие, давал деньги большевикам. Причем первый транш был осуществлен в квартире на углу воздвиженки Моховой. Это квартира, где жил Горький, но квартира принадлежала, на самом деле, мужу Андреевой. И, в общем-то, Шмидт стал такой не только дойной коровой замечательной, но и, в общем-то, предоставил плацдарм. И основные, собственно, основное вот это осиное гнездо восстания 1905 года, с точки зрения полицейской хроники, оно располагалось на его фабрике. И вот ее-то они очень долго и штурмовали потом. После того, как восстание было подавлено, Шмидта, кстати, арестовали не здесь, на Красной Пресне, у них была квартира на Новинском бульваре, и они вместе со своей младшей сестрой Елизаветой активно участвовали в восстании, они печатали всевозможные воззвания на гектографе, ну, то есть, были полностью включенными в процесс. Их арестовали, и, как я говорил в выпуске про оборону Пресненской части, в какой-то момент перевезли его из здания Арбатской части, в полицейскую часть, тогда просто на Пресне. И потом Шмидт оказался в Бутырской тюрьме, и надо сказать, что и со здоровьем у него было не очень хорошо, а самое главное, что он начал, ну, стучать. То есть на него там надавили, причем надавили очень элегантным образом, знаете, сыграли, вот есть история, хороший полицейский, злой полицейский, сыграли историю с хорошим полицейским, там, угощали его, его вели за душевной беседой, и Шмидт начал всех сдавать. И это, конечно, надо сказать, что напрягло революционеров очень сильно, и он уже должен был выйти на свободу, но был найден мертвым за день до выхода из Бутырки, был найден мертвым у себя в камере. Опять-таки в советское время рассказывалось, что он был убит местными какими-то тюремщиками. Затем уже в более позднее время возникла версия, что он был убит непосредственно людьми, подосланными большевиками, потому что, во-первых, им не нужно было разглашение никаких лишних имен и прочее, а во-вторых, за Шмидтом осталось огромное наследство. Но проблема в том, что помимо Шмидта было еще трое детей, я имею в виду не его, а две сестры и брат. Значит, старшая Екатерина, она была уже совершеннолетней, младшая Елизавета, она была еще несовершеннолетней. С самым младшим Алешей вопрос решили тем, что была встреча в Выборге, и там, в общем-то, представители большевистской фракции объяснили родственникам Шмидта, что либо они как-то делятся деньгами, либо могут быть определенные последствия для них. Сложнее было с дочерьми, значит, сестрами. Для того, чтобы Елизавета начала распоряжаться, например, своим наследством, ей нужно было достигнуть совершеннолетия. Это нужно было ждать. Но она могла выйти замуж, и в этом случае тогда мог распоряжаться ее муж. Она уже была любовницей Виктора Таратуты на тот момент, но поскольку Виктор Таратута был нелегальным, то он подобрал ей специального мужа Игнатьева. Интереснее получилось с самой старшей сестрой Екатериной. Она вышла замуж тоже за подосланного ей человека. Им был адвокат Николай Андриканец. Ну, соответственно, что в случае с Елизаветой, что в случае с Екатериной, схема была очень простая. Власть юридическая переходит к мужу. Я хочу напомнить, что в те годы, в то время, у женщин не было даже собственных паспортов. Когда они выходили замуж, они полностью подпадали под власть мужа. И, соответственно, если не было каких-то дополнительных заключенных соглашений, договоров и так далее, то всем распоряжался супруг. Соответственно, ту часть наследства, которая принадлежала Елизавете, ну, там, скажем, Крупская написала в своих воспоминаниях, что она отдала их большевикам. При каких-то обстоятельствах она об этом не говорила. А ту часть, которую должна была отдать Екатерина, вот с ней случилась заминка. Дело в том, что Андрикани вошел во вкус и понял, и с Екатериной поговорил, что, в общем-то, не за чем деньги отдавать. Тут началась проблема, начался скандал. То есть у них там был суд очень долго, поэтому долго думали, может быть, часть отдать. В общем, они отдали в итоге часть этих денег. И вот эти деньги, поступившие, соответственно, в РСД РП, тоже вызвали очень бурные дебаты между меньшевиками и большевиками, потому что меньшевики считали, что это деньги, которые должны попасть в общепартийную кассу. Ленин, естественно, был другого мнения. Тут еще на этой почве начались у него очень серьезные разногласия с Красиным и Богдановым. Но это отдельная история. То есть они были и на идейной платформе, но и, собственно, на платформе денежной в том числе. Тем не менее, вот этот транш огромный, он позволил большевистской фракции существовать и вести свою партийную деятельность вплоть до 1917 года. Деньги были колоссальные на тот момент. И вот такое последствие непосредственно уже финансовое для этого места. Ну а горбатый мост до сих пор стоит на своем месте. Он был сохранен. Здесь установлен монумент, который напоминает о том, что происходило. Сейчас на месте фабрики Шмидта разбит парк, который когда-то был назван именем Павлика Морозова. Собственно, сейчас это просто детский парк. А на переднем крае обороны у нас стоит дом правительства Советской... Советской. Оговорочка по Фрейду. Дом правительства Российской Федерации. Построен по проекту архитектора Чичулина. Но это уже несколько другая история.